Только ленивый не знает, как в народе называется это здание. Правильно, чайник. Вот неужели автору приятно, что забивая в поисковике теги чайник, набережная, четвертой строкой выпадает ссылка на это здание. Проверьте, если не лень. Вот лично мне этот дом напоминает некую кляксу, потому что неуместно именно здесь, именно такое здание. Раньше тут было так малоэтажно, так спокойно, по-питерски. Жилой комплекс «Платину». Да простят мой дилетантский взгляд архитекторы, но мне это напоминает типичную советскую новостройку. Правда, несколько гипертрофированную по своему объему. А еще сверху на один угол поставили зачем-то цилиндр, который только подчеркнул громоздкость и какую-то неуклюжесть этого здания. Взяли все, отделали серым, серебристым материалом, платином же. Хотя, на самом деле, этот серый материал больше напоминает дешевый пластик 90. А раньше здесь была спокойная линия домов, подчеркивающая красоту Невы и нашего питерского неба. Комендантская площадь вроде бы как застроенная, да и образована недавно. И можно было бы учесть массу различных нюансов. А нет, проспекта Испытателей не видно из-за летающего гроба. Так хочется спросить, где там лежит царевна, которую надо поцеловать? Да и вообще, но нет тут ни одной перспективы. Потому что в центре поставили вот это осиное гнездо. Зачем? По какой такой эстетике гармонии его поставили вот именно здесь? А уж говорить про традиции петербургского городостроительства, ну и вообще не приходится. Вот и получается, почтовый адрес есть, площади нет.